Дорого внимания. Казалось бы, расхожая фраза подходит как нельзя кстати, когда речь идет об участниках Великой Отечественной войны. Студенты Ивановского политехнического университета решили дополнить традиционный набор подарков, среди которых обычно сладости и постельное белье, кесетами, такими, какие раньше отправляли на фронт мастерицы. Образец взяли в музее и даже надпись «Дай прикурить фрицу» постарались вышить такими же неровными стишками. К сожалению, ветеранов остается все меньше и меньше, и поэтому та духовная связь, которая существовала между ними и молодым поколением, она, конечно, должна поддерживаться. И наши студенты изготавливают небольшие сувениры в виде кесетов, которые в свое время точно так же жительницы города Иваново посылали воинам на фронта Великой Отечественной войны, как такое теплое воспоминание о доме, о семейном уюте. Навряд ли ветераны будут ими пользоваться, но вот этот теплый момент, наверное, позволит им вспомнить то хорошее, что было в годы Великой Отечественной войны. В УЗИ есть давняя добрая традиция – приходить в гости к участникам Великой Отечественной войны, которые преподавали в УЗИ. С каждым годом ветеранов все меньше, и оттого такие визиты дороже и значительнее. Мы вас от всей души от университета, от нашей молодежи, видите, они к вам пришли с подарками, не с пустыми руками. Поздравляем вас с этим замечательным наступающим Днем Победы, который вы нам сделали, и мы эту память храним в наших сердцах и желаем вам всего самого хорошего. Александр Иванович Гришин прошел всю войну, награжден медалями за победу над Германией, за взятие Кёнигсберга и Орденом Отечественной войны. В свое время работал деканом механического факультета, заведовал кафедрой деталей машин. Подаренный кисец сразу же попросил положить на видное место, чтобы любоваться. Наша еще очень важная задача привить эту традицию нашему молодому поколению, поскольку мы университет, это мощное студенческое сообщество, и наша молодежь должна знать героев, героев того времени, сегодняшних героев, для того, чтобы воспитываться на духе подвига российского народа. Еще немаловажно в университете считают донести до молодежи великую народную правду о том, какой ценой далась победа над фашистской Германией, о том, в каких нечеловеческих условиях свой подвиг совершали отцы и деды. Как это было тяжело, горько, о том, как матери, отправляя на фронт, не смогли встретить своих сыновей. И до конца жизни, выпалков глаза, все ждали, ждали и ждали. О молодых женах, которые проводили мужей и больше ни разу замуж не вышли. О детях, которые ушли из жизни, ни разу не повидав своего отца, потому что они уже родились через несколько месяцев, когда отцы ушли на фронт. Открытый урок славы в преддверии Дня Победы – еще один повод вспомнить и тех, кто погиб, защищая Родину. Уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны, их дети. Да и сами события военных лет с каждым годом от нас все дальше. Задача молодого поколения – не допустить искажения истории и быть достойными потомками солдат-победителей. Любовь, подчерник Вандон Осипов, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.